Сирия 7 апреля. На востоке Дейрессора неизвестными был застрелен военнослужащий международной коалиции. На севере Алеппо вооруженные силы Турции нейтрализовали 9 боевиков отряда народной самообороны. В Идлибе сирийская армия ответила на провокации террористов. Террористы исламского государства взяли на себя ответственность за убийство секретаря партии Баас Вдара. В Идлиб прибывают под крепление и конвой военной техники сирийской армии. Международная коалиция провела патрулирование на юге Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмат Марзук. Смотрите до конца. Коротко об итогах противостояния. Провинция Алеппо. Как сообщает РИА Новости, в ходе рейда в освобожденном от террористов Хаят-Тахрир Аш-Шам поселке Урем, сирийская арабская армия обнаружила полицейский участок группировки и камеры пыток. Штаб-квартира полиции террористов размещалась в бывшем здании ветеринарной клиники. Министерство обороны Турции выпустило заявление о ликвидации девяти боевиков отряда народной самообороны, которые предприняли попытку проникнуть за линии обороны турецкой армии и союзных сил на севере провинции. Провинция Дейр-Эс-Зор. В деревне Аль-Хасан произошла стычка между боевиками демократических сил Сирии и местными жителями. Как передает агентство Step News, конфликт был спровоцирован арестом группы молодых людей, которые якобы нарушили комендантский час. За арестованных вступились жители деревни. В результате столкновения несколько курдских боевиков были ранены и пострадали двое гражданских. После стычки в поселок прибыли отряды внутренней безопасности СДФ Асаиш, которые перекрыли въезды и выезды. На востоке провинции, как сообщает портал Дейр-Эс-Зор, у поселка Аэс-Сувар, боевики атаковали из засады конвой вооруженных сил США, которые сопровождали члены демократических сил Сирии. В завязавшейся перестрелке были ранены несколько курдских боевиков, погиб один офицер коалиции США. Тело убитого военнослужащего было перевезено на базу в городе Аш-Шададе. В нападении подозревают спящие ячейки ИГИЛ. Их также обвиняют во вчерашнем нападении на конвой коалиции в Хасаке, в результате которого погиб один американский солдат. Террористы запрещенного в РФ исламского государства распространили в сети сообщения о том, что ответственны за убийство мужчины, тело которого было выброшено у кладбище и мечети Аль-Рауда. И что убитый являлся членом демократических сил Сирии. Провинции Идлиб. В воздушном пространстве над долиной Аль-Габ были замечены разведывательные беспилотники сирийской армии. Балади Ньюс сообщает, что правительственные войска направили несколько сотен военнослужащих на юг провинции, а также на север соседней провинции Хама. Военные подкрепления сирийской арабской армии и союзных сил были развернуты в гор Джибель-Шахшабу. В регион прибыла сотни единиц военной техники, включая десятки танков, БМП и зенитные самоходные установки. Большая часть подкреплений прибыла из города Маарет-Ан-Нуман на востоке провинции. Утром артиллерийские подразделения сирийской арабской армии возобновили обстрел укреплений террористов Хаят-Тахрир-Аш-Шам в окраинах поселков Сафухан и Фатира. Боевые действия армии в данном регионе несут ответный характер. В провинцию прибыл еще один военный конвой вооруженных сил Турции. По информации агентства Балади-нетворк, в состав конвоя вошла тяжелая военная и строительная техника, цистерны для транспортировки воды и грузовики материально-технического обеспечения. Колонна направилась в сторону военных баз Турции в окрестностях города Идлиб. Провинция Дара. Террористы ИГИЛ также распространили в социальной сети Twitter заявление, в котором группировка взяла на себя вину за убийство члена партии БААС Салвана Джунди. Напомним, что главу местного представительства правящей партии застрелили сегодня утром в поселке Нова, после чего нападающие скрылись на мотоциклах. Провинция Хосака. Самолеты международной коалиции были замечены над поселением Тель-Барак на юге провинции Хосака. Как передает агентство Масар Пресс-нет, истребители проводили разведку несколько часов, после чего вернулись на авиабазу. По данным портала Alepa AMC, конвой пикапов коалиции также был замечен у города Камышлы при патрулировании окрестностей, после чего покинул район. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал твоей новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.